всем привет друзья проект мотор колесо дуйного соляр групп друзья сегодня вот что хочу вам сказать об этом проекте и вообще о тех людях которые поддерживают этот проект друзья вы приглашая друзей знакомых распространяя информацию и сами приобретая доли в компании вы не просто обеспечиваете себе будущее понимаете вы не просто своих знакомых делаете богатыми или людей кого вы привлекаете в проект вы участвуете я даже не побоюсь сказать в новом развитии новом подъеме экономики потому что такая вещь как раунд инвестинг в россии вообще не развита нас всегда учили чему вот кто постарше помнит работой будь передовиком производства и человек работал как зомби и там кто-то не как зомби кто-то творил кто становился перед оком производства в итоге уходил на пенсию жил припевающе друзья все эти времена давно канули в лету сейчас этого нет и дальше только хуже все это видите поэтому вот это направление которым которые выбрала планом своего развития компания мотор колесо дуйнова и в частности вот сам дуйнов это новое направление это свежая струя воздуха в нашу жизнь друзья и вы я вот не побоюсь сказать вы молодцы потому что вы стоите в начале в самом этого пути вы уже набираетесь опыта на будущее и вы не только в будущем будете богатыми людьми понимаете у вас другие будут учиться вас к вам будут приходить и спрашивать стоит ли это делать не стоит ли это делать понимаете с вами будут советоваться я не просто так говорю это сейчас вот давайте зайдем в кабинет вот все мои партнеры у кого-то хватило смелости уже инвестировать а кто-то до сих пор думает я не понимаю людей которые идут на пол шага делают свою жизнь наполовину не знаю друзья но вот эти вот цены которые сейчас нам предлагает компания за то что мы вместе с компанией пытаемся и делаем создаем такую вещь как инженеринговую компанию причем самые самые тяжелые времена позади а самое тяжелое время это было тогда когда перед нами стоял вопрос разрешат ли нам войти в особую экономическую зону вот это был самый тяжелый рубеж понимаете и он пройден осталось нести поправки связи с изменением законодательстве и все договор феврале будет подписан и мы станем официальными резидентами алабушево ребята это не шутки и вот таких вот если вы думаете что вот человек зашел там кто-то заходит на две тысячи долларов вот как я да кто-то оформляет пакеты на три тысячи долларов ну конечно в рассрочку но ребята если вы думаете что вот это количество акций 157 тысяч 500 это мало вы очень глубоко ошибаетесь вы очень очень глубоко ошибаетесь это большие деньги это очень большие деньги понимаете вот номинал номинал стоимости одной доли 1 доллар сша это на сегодняшний день когда существуют риски заложенные риски понимаете в развитие проекта но мы это с вами знаем что в любом случае проект будет дофинансирован но нельзя исключать рисковые ситуации поэтому вот так вот такие вот скидки вот такой вот дисконт но каждый здравомышлящий человек понимает что самый главный рубеж позади и уже если люди захотели они добьются всего понимаете что можно без людей сделать ничего один в поле не воин а у проекта уже достаточно сторонников десятки тысяч сторонников по всему миру участвуют в этом проекте я не оговорился понимаете ребята я не помню точную цифру но помню старую цифру 80000 это что мало и вот имея такой дисконт друзья вы в будущем будете богатыми людьми я уже говорю откровенно понимаете богатыми людьми вы будете получать шикарные дивиденды мало того что вы себя обеспечите вы обеспечите своих детей своих внуков поэтому вот эти вот скидки дисконты можно будет заходить и на следующем этапе можно заходить там я не знаю под самый конец может быть кто-то зайдет но учтите что все идет к тому что люди все больше и больше людей присоединяется и большая вероятность это было озвучено что скорее есть вероятность того что в этом году закончится понимаете продажи акций закончится зачем они нужны будут если даже по рассрочкам будет за будет собрана необходимая сумма компания объявила и дуйнов сам говорил не просто дождемся тех людей которые рассрочку свою доплатят до конца и все но акции будут закрыты от продажи и сейчас есть у вас возможность приобрести вот такие вот такое количество долей в компании понимаете вот с такой вот скидкой просто сумасшедшая скидка дальше будет меньше но тоже будет поэтому думайте принимайте решение я не знаю затылки можно было чесать еще летом еще весной или в прошлом году когда не было ничего когда ничего не было сейчас я считаю просто уже пора делать шаги какие-то принимать какие-то решения все взрослые ответственные люди если вы взрослые ответственный человек посмотрите на реалии посмотрите на факты возьмите вот просто тупо факты развития компании дуйнова и посмотрите что сделано за это время вот именно теми людьми которые этот проект развивают я здесь включаю и саму команду и самого дуйнова и тех людей которые поддерживают проект ребята будьте ответственны рано или поздно я понимаю что для многих это ново многие плохо в этом разбираются но пора принимать решение вы вообще научитесь для себя принимать решение в жизни или все привыкли так что а вот есть работа да то есть работодатель за вас думает он вам дал работу понимать он за вас думает он говорит там ну допустим взять кассира да вот сиди на кассе делай то 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 и все и вот вы как зомби сидите на кассе и выполняете свою работу грузчику говорят вот ты поди разгрузи машины и все там самому думать не надо да но самому надо думать когда зайдешь магазин купить какие-нибудь продукты для дома что покушать все но будьте шире смотрите шире на мир смотрите завтрашнее свое будущее принимайте решение не только за то что пойти в магазин и купить продукты себе на ужин но и как жить дальше ну а те кто принимает участие всех поздравляю еще раз вы молодцы друзья принимайте и 50 долларов ребята это не такие большие деньги я говорю тот же грузчик завтра может сидеть блин на миллионе долларов любой грузчик может заработать 50 долларов позволит себе в месяц раз выплатить мне просто вчера задавали такие вопросы там ну что я просто откровенно там с одним человеком в контакте переписывался я вот ну смешно взрослые люди и некоторых вещей вообще просто не понимают до на этапе развития возможно какие-то сложности опять же говорю да вот некоторые опустили руки а я вот прислал письмо у них там бардак творится у меня не отобразились акции здесь доли подарочные ребят я на эту тему сделал отдельное видео если ваш человек приглашенный зарегистрировался понимаете до 10 числа 10 включительно и у него просто не отображаются доли не пишите в техподдержку вас вот такая вот мелочь вас уже некоторых ломает это бардак сразу кипиш сразу бардак компании ребят но был бардак компании сейчас бы не выпускались серийные двигатели сейчас бы не было создана лаборатория и навряд ли были бы подписаны документы об особой экономической зоне о чем мы говорим то что вы как дети малые некоторые я не говорю за всех просто малые дети да это новое направление вот почему я говорю что те кто сейчас участвует в развитии компании в этом новом направлении крауд инвестинг который в россии вообще заглох понимаете такого нету вы стоите блин я не знаю вы но революция слова не подойдет потому что революция это как раз синоним бардака полнейшего а вот то что вы новаторы то что вы идете и пытаетесь создать что-то лучшее вокруг себя для своей семьи для своего окружения для вообще для людей понимаете развивая эту компанию и вкладывая сюда деньги это да вы молодцы мало того я уже не раз говорил что уже сейчас вы участвуя в этом проекте можете зарабатывать сейчас я вам это покажу вот маркетинг план пожалуйста 15 процентов с первой линии 75321 кто скажет что этого нельзя сделать то можно просто надо быть и занимать активную позицию если вы решили этим заняться занимайтесь удачи вам флаг вам в руки ребята я все свои данные оставляю под видео как со мной связаться если кто-то желает есть какие-то вопросы давайте вместе их решать давайте вместе разбираться хотя здесь принципе разбираться не в чем все весь инструмент вот эта площадка это вам в руки дан инструмент чтобы вы в будущем были богаты и чтобы вы уже сейчас могли зарабатывать деньги сейчас я вам покажу вот я обычно партнерские так перевод средств вот не партнерский счет по моему я обычно деньги все эти вкладываю вот которые зарабатываю вкладываю небе или в этот проект или в другие проекты вкладываю понимаете но иногда я их вывожу вот я перед новым годом вывел заработанные деньги и кто мне скажет что это невозможно смотрите вот 170 долларов я вывел оплачено 150 долларов я вывел вот сейчас стоит 70 долларов я вывожу ребята я зарабатываю на этом проекте уже сейчас кто мне скажет что вы так не можете можете посмотрите в зеркало и что у вас нет головы что у вас нет рук у вас мозгов нет все у вас есть и каждый из вас каждый из вас кто находится в этом проекте уже сделал первый шаг хорошему своему будущему что он мешает сделать второй только ваше желание просто ваше желание больше ничего не нужно вот человек если он хочет есть он ест хочет он пить он пьет понимаете если вы хотите зарабатывать зарабатываете если вот кто-то говорит я хочу но не мало но у меня не получается но не могу как это если ты хочешь есть но не можешь что ли если ты хочешь пить ты что не можешь выпить воды если ты хочешь зарабатывать ты всегда заработаешь ребята все очень просто так что вот вот дела и во первых я говорил здесь уже есть программа обучения пройдите курс обучения что он мешает 15 минут в день потратить на себя полчаса в день потратьте на себя будьте эгоистами развивайтесь да это новое да много вопросов да много непонятного ребят но поверьте мне я в интернет видел людей которым далеко за 60 лет бабушки старушки записывают видео и развивают свою структуру давно они там занимаются там я не знаю там всякими какими-то структур матричными проектами вот там проще всего-то но людям далеко за 60 далеко за 60 они зарабатывают деньги почему потому что у них есть желание вы что бабушка 60-летняя с лишним вы что не знаете какую кнопку нажать все вы знаете и еще раз говорю вам ребята возник вопрос не будьте безрукими позвоните вот сюда в колл-центр или напишите в техподдержку ошибки возможны кто не делает ничего тот и ошибок не допускает понимаете я говорил кстати по поводу этих долей тот момент как раз шел переход на новые сервера возможно чисто какие-то технические сбои понимаете поэтому у вас и не отобразились акции пожалуйста обратитесь техподдержку вопрос будет решен однозначно я в этом уверен ну и чтобы закончить это видео хочу знаете что поставить вам вот семенов был у тарасова это первый российский миллионер скажем так я помню времена когда горбачев с трибуны хайл этого человека знаете за что не поверите он сдал партийных взносов 47 миллионов рублей вот так вот на него такой хай подняли друзья это было что-то понимаете человек уехал из страны долгое время жил за границей сейчас вернулся артем тарасов до 1 русский миллионер я поставлю видео что он говорит об этом развитие ну развитие экономики и в частности он же беседует с человеком из который занимается развитием соляргрупп вы все его знаете вы видели его кто был на встречах видели его выступление обычный нормальный парень такой же как и мы с вами а тарасов кстати в свое время тоже это блин человек который вообще достойно уважения он свое время вернул корону россии вот пожалуйста я вам специально порылся в интернете возвращение короны большая императорская корона диадема вот он диадема возвращал в россию почитайте ладно не буду долго ла-ла-ла друзья в общем все что я хотел сказать я хотел сказать я сказал вы хотите зарабатывать зарабатывайте хотите в будущем жить хорошо живите кто вам мешает у вас есть право выбора никого над вами нет вы сами себе хозяева поэтому принимайте решение сами много будут грязи лить понятно что у дуйного не может не быть врагов конечно они будут всегда когда конечно не из-под тяжка будут и хаять и там конкуренты возможно будут проплачивать всяких тролли понимаете но есть тролли проплаченные а есть тролли просто больные на голову там люди которые вот от этого ловит кайф для того чтобы париться в интернете облить грязью там что-нибудь хорошее вот они от этого кайф получают ну зачем вы имейте свою голову на плечах друзья все будет хорошо все будет вот счастье вот вам будет вот будет вам счастье и вот вы вспомните мои слова и все будет здорово я инвестирую в эту компанию я не жалею я сказал да кстати вот ребят сам одна из важных тем давайте-ка вот хорошо что я вспомнил ребята кто инвестирует у кого-то вот бывали вопросы на семинарах я иногда слушаю такие для новичков семинары в основном я смотрю семинары где дуйнов выступает и стараюсь их публиковать потому что те кто в моей команде уже инвестирует а их больше интерес интересует новости конкретно по делам которые происходят в компании они введения которые павел ведет вот и там был вопрос тому человек говорит ребята можно там отсрочку взять потому что зарплату задерживать или еще что-то вот ребята один из способов вот смотрите обращайте внимание пожалуйста на число когда вы начинаете инвестировать сейчас я вам объясню что это такое допустим вот вы сегодня у нас 17 число вы сегодня решили оформить долю до пакет долей значит у вас идет отчет от сегодняшнего числа если следующий платеж вы сделаете раньше 17 числа у вас отсчет пойдет от нового календарного дня если сделаете десятого значит от десятого пойдет поэтому сделайте так чтобы вам было удобно но допустим если у кого-то зарплата там на 15 их числах двадцатых числах понимаете оформляйте рассрочку 30 или первого числа то есть делайте так чтобы у вас допустим когда вы получаете деньги был небольшой запас потому что просрочка допускается до 20 дней даже сейчас вот если просрочка учитывая то что просрочка допускается до 20 дней и у кого-то сейчас стоят числа когда надо вносить платежи но вам это число неудобно позвоните в компанию договоритесь скажите можно допустим я внесу деньги чуть попозже да то есть выровняйте выровняйте свой график что инвестиционный график чтобы вам было комфортно не надо делать те действия которые наносят вам дискомфорт вы должны жить комфортно понимаете ребята это это главная задача вы же стремитесь хорошей жизни поэтому сейчас уже начинаете планировать какие-то ситуации которые не шли бы вам во вред зачем кого-то занимать перезанимать чтобы инвестировать нет сделайте схему такую чтобы вам было удобно вы допустим знаете что вас 15 числа на зарплату могут задержать хорошо оформите пакет 21 все просто и вы будете знать что до 21 вас куча времени задержали зарплату на день-два там да ради бога на неделю задержали ради бога значит инвестируйте 30 числа и вот эти 20 дней вы можете использовать для корректировки своих платежей но всегда ставьте в курс сотрудников компании чтобы вам не аннулировали ваш самый ваш пакет в рассрочку понимаете а то останется только с тем количеством акций которые уже проплатили а бонусные вот эти вот самые доли которые зачисляются только в конце когда вы полностью весь пакет проплачиваете вы их потеряете поэтому учитесь планировать и вот эти и корректируйте свою платежеспособность это вполне реально сделать вот хорошо что вспомнил потому что были вопросы и я все время как-то из головы вылетала но все друзья еще раз поздравляю всех кто находится со мной в этом проекте кто инвестирует кто принимает решение о своей хорошей жизни будет вам счастье поверьте мне будет и будете вы жить хорошо и достойно и будете еще вспоминать как все это начинало вот я зашел на проект четвертую на четвертом этапе сейчас уже седьмой сейчас будет переход мимо восьмого сразу на девятый этап ребят я вспоминаю кажется только вчера был четвертый этап время летит мама не горюй вообще незаметно и точно так же поверьте мне пролетит время и будет уж стоять уже построенный инженеринговый центр на территории алабышева и будем этот день отмечать хорошим хорошими новостями будем радоваться понимаете время пролетит незаметно время вы не вернете и шанс упускать я считаю это я не знаю ладно я вас не хочу уговаривать каждое решение принимает сам я ни в коем случае вас не уговариваю то еще кто-то скажет я вас сюда за уши тяну да ради бога не хотите проходите мимо каждый человек сам кузнец своего счастья все очень просто хочешь быть счастливым будем не хочешь да ради бога живи так как живешь кого-то это тоже устраивает у него все хорошо считает и он живет да и слава богу если у него все хорошо я же хочу добиться у чего-то нового в своей жизни чего-то большего все друзья приятного просмотра поставлю вам сейчас тарасова и до следующих публикаций 6 триллионов 300 миллиардов рублей наличных денег выведены из оборота экономики лежат дома у людей люди теряют среднем в год 30 процентов их стоимости представляете они не знают куда деться они все ждут ммм это ресурс вообще который должен сделать экономическое чудо в россии это единственный ресурс который не подчиняется ни государству не олигархам не банкам то есть человек сам может вложить деньги если его не обманывают он может за счет этих денег жить и и процветать и богатеть каждый день они терять их 60 миллионов человек в америке вкладывают со своей зарплаты часть денег в экономику страны которая процветает и дает им обратно в два в три в четыре в пять а то и больше раз ну например хочу привести пример все знают microsoft microsoft билл гейтс microsoft всем людям которые поступают к нему на работу дает очень маленькую зарплату там но дают акции по специальной льготной цене тот кто купил одну акцию microsoft а за тысячу долларов в начале его пути сегодня стоимостью увеличилась 6500 раз если ты положил тысяч долларов там 10 лет назад у тебя на счету уже 6 миллионов 500 тысяч долларов там огромное количество миллионеров все кто начинал в майкрософте все мульти миллионеры почему это со компания стоит столько денег каждый год этот эта сумма это стоимость этой компании растет растет ваше вложение деньги работает на человека у нас в нашей стране к сожалению вот эту хорошую идею вовлечение людей в испоганили тем что появились эти пирамиды ммм и все прочее ну вот разве так можно здесь совершенно другая система а нужно задействовать деньги у людей которые которые страдают этом иначе можно попасть в ужасное положение вот сейчас будут опять там какие-то кризисы мировые все прочее люди просто бросятся на рынок выкупать все сегодня 6 триллионов 300 миллиардов хватит для того чтобы купить все просто все и будет 0 я жил в такой стране я помню 90-е годы начало восьмидесятые где где стояла банка с кабачковой икрой во всех продовольственных магазинах когда колбаса появлялась очередь было 500 человек по записи на руках за колбасой вот к этому мы можем прийти потому что это страшная вот эта подушка которая сегодня у населения пока без движения но кто им запретит двинуть это все вдруг вы к на экономику на наш это вот как как будто кровь застоялась в каком-то органе и тромб абсолютно нравится абсолютно этот тромб он вызван бюрократами он вызван непониманием простым непониманием что страну нельзя сдвинуть за счет государственного бюджета банковских денег которые они сами зарабатывать они коммерчески они никуда их не дадут они без выгоды для себя никуда не дадут это значит что ты понимаешь да и третье там что там олигархи но олигархи ну там покупают футбольные компакты команды там еще чего то сейчас им плохо стало всем они себе беднеют там по миллиону долларов в день у них исчезает их заставляют куда-то там платить конечно они ни в какой нормальный проект рискованный не пойдут они будут держаться зубами за то что у них есть и перекладывать деньги куда ну они не кладут в тумбочку они кладут в тумбочке те же самые да только в лондоне но все равно выводя из из нашей экономики средства америка только тем и существует почему это первейшая экономика мира потому что 60 миллионов американцев учителей врачей домохозяек участвуют в экономике любой проект поднять просто-запросто ты только предложи идею я помогут его запустим у нас вот у меня есть банкир там товарищ такой хороший он рассказывает тут америке нет такого понятия не хватает денег конечно не хватает проект проекта да хватает идеи правильно а у нас полно это вот настолько тяжело принять и понять то есть вот нет такого понятия дефицита дефицит нету денег то есть там все правда это даже не хваля америку на самом деле это так во многих странах я много лет прожил в лондоне я восемь лет там работал там в лондоне есть тоже сайты там прямо написано мы рассматриваем любые проекты начиная 10 тысяч фунтов стерлингов до 50 тысяч и тут же следом объявлении рассматриваем любые проекты от 10 миллиардов до 20 миллиардов и вот между ними любое любая сумма денег огромное количество это называется ассоциация венчурных инвесторов лондона все что тебя просят там мы вас умоляю не пишите нам планы по 200 страниц нет времени читать напишите вашу идею на полторы странички мы примем решение мы вам тут же дадим деньги да конечно будем контролировать как вы их тратите чтобы вы их просто не украли и конечно будем дадим деньги как только вы начнете расти мы нашу долю продадим на рынке получим свои обратно деньги получим прибыль это так работает венчурный капитал которым сейчас говорят но в россии то его нету реально да вроде как есть понимаешь фонды сегодня стыдно считается даже средней компании на западе если у тебя нет венчурного департамента или венчурного капитала если ты не не привлекаешь новые проекты ну и мне кажется что те люди которые это осуществят те люди которые под поддержат я я думаю что путин на следующий год в кремле должным ордена раздать но потому что они действительно не просто спасут экономику они поставят на совершенно новый тренд новый новый тренд сейчас она падает а там она будет расти и мне кажется что это путь для россии один единственный что вот слава богу что эта подушка деньгами ведь 6 триллионов 300 миллиардов в рублях а а ведь еще сумма какая лежит в долларах и евро никто же не знает эту не посчитаешь сколько ее везли сколько ее положили это может быть еще шесть триллионов значит 12 триллионов есть свободных денег в экономике россии то вы что ребята не используем их больше того опасных для экономики и опасных для людей которые теряют я бы мог и не выступать с этим если бы мы были в стране в которой интернет бы играл большую роль но вот это опять еще один менталитет еще одна гадость которую посеяли среди наших пользователей что там масса обманщиков маг магса аферистов понимаешь и все и считается все вот только то что вы сейчас рассказываете это блестяще процветает за рубежом вот этот самый главный пример который никак не могу забыть когда финская телевизионная компания собрала деньги на фильмы о том как фашисты улетели на луну железные на небесам там называется знаешь сколько они собрали сто тридцать семь миллионов долларов это пожертвование людей чтоб фильм сняли без копейки им возврата сто тридцать семь миллионов просто собрали долларов в эфире в интернете сняли ужасную картину я ее сам видел ну ну ничего там и такого нет чтобы ее снимали на деньги людей понимаешь а крауд инвестмент вот где уже вот эти резко возмездно это это вот только вы начали кстати в россии я не видел другого еще место такое что вы но но вам также тяжело потому что по соседней собирает на какую-то чепуху тут же тут же обманывают людей тут же собирают деньги закрываются понимаешь просто люди у нас еще не привыкли что действительно когда вот вернее не понимают что когда в какой-то проект который созидать но производит даешь средства средства не исчезают а появляется еще и продукт то есть на ней системе и деньги остались и продумать продукты и что еще удивительно что денег еще и больше может стать за счет надворочной стоимость больше стоит потому что в каждом продукте имеешь свою долю а мы когда начали заниматься этой деятельностью все развивалось хорошо но со временем когда мы стали заметны достаточно появились ряд сложности проблем виде там каких-то недобросовестных конкурентов вот можете рассказать по этому поводу кто вот по вашему мнению может этому мешать противиться казалось бы такое благое начинание да вот по вашему ну в вашем случае вам будут противиться организаторы пирамид у вас как раз есть прямые сволочи которые готовы вас будет похоронить потому что вы даете людям реальные вещи защищаете их деньги а эти деньги уходят из того чтобы их обмануть против вас будут работать так называемые сети до вас ждут неприятности наезда пакостить очень просто в интернете вы сами знаете написал на вас какую-то статью разместил в google выдал не не отсортировая что там пишет это страшная неприятная вещь вот я сам про себя иногда читаю там страшные вещи есть такие всякие сайты специально собирающиеся собирающие грязь и гадости всякие я не знаю как с этим бороться сергей потому что бороться можно только тяжело и и постепенно поступательно все-таки делая добро пытаться как доказать что ты прав это еще хуже притягивая я просто знаю многих допустим ученых которых тоже сделали изгоями просто конкуренты сделали изгоями их имя теперь нарицательное вот аферист паразит нас будут пытаться уничтожить знаешь враги враги россии например безусловно будут писать